физическое как говорит мать о своем новом состоянии разрушена и сейчас вот так показывает открытость это кажется диковинным я не знаю как это объяснить сознание распростет она настолько же здесь насколько и там 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 и она приносит все центральному сознанию действующему как прожектор неизменный могущественный проект освещающий все одним и тем же образом без какой либо личной реакции это действительно феноменальное переживание когда ты есть как наблюдатель но слово я даже не поворачивается язык употреблять потому что я обычно связывают с телом и с какими-то эгоистическими там своими воззрениями на все просто наблюдать все высвечивать все под прожектор и не относиться к себе как какой-то персоналий нет этого ощущения это то что нам всегда мешало мы то думали что ощущение я это чудесно замечательно как раз я то страдает сомневается боится в общем не живет а готовится к духовной реализации все это страдальческой жизни от подготовку к духовной реализации наверно правильно так понимать да и вот когда это исчезает когда исчезает вот физическое ощущение тебя как нет и обособленной личности тогда действительно удивительная просто фантастическая свобода и видишь все до самых мелочей не все говоришь но все понимаешь все видишь что-то можно сказать о чем-то не имеет смысла говорить но видеть все и вся в истинном свете это вообще удивительная вещь чем это не пугающе до тех пор пока мы живем в некой эгоистической персонали душа у нас открыто и видим окружающий мир он нас пугает можем и какой ужас как все тут не так а тут понятно что это все-таки мир огромный оркестр кто-то фальшиве кто-то не так патрию свое ведет все на должно быть как приведено в порядок и вот видишь что этот порядок в общем-то вон состоит том что ты выходишь из этого и над стоишь над тема вещь некую гармонию гармонию которая способствует духовному плодоношению потому что противном случае если мы были все одинаково хорошо играющими был бы скучно и не был бы результатов ведь как замечательно то есть у нас идеальные сегодня условия у нас у всех в мировом масштабе чтобы проявить себя на духовном поприще просто потрясающе совершенно где удаешься как это мудро было за тысячелетие подведено вот к такому периоду тысячелетия понадобилось чтобы вот это состоялось чтобы все исчезли эти разделения религиозные национальные все эти глупости я вот такой я ся кое мы вот такие и это вот как эволюционное единство знаете вот россия должна явить мир эволюционное единство вне религии вне нации вне межгосударственного каких-то распри мы уже были готовы теоретически к этому да во времена советского союза но потом когда идеология рухнула вообще всякое то каждый начал своим конурком изображать из себя нечто особое нет эволюционного единства эволюционное единство сейчас высшая форма единство ну я не говорю о духовном это слово не надо употреблять потому что эта территория которая должна быть открыта эволюционное единство есть понимание это смысла существования человечества вот это самое главное и россия явит этому пример просто не может не явить я не знаю других вариантов в мировом масштабе нет кроме как у россии потому что там нет идеологии единства там есть нечто идеологии денег идеологии успешности идеологии еще чего-то понятно наверное да у нас есть потенциал и вот этот потенциал ну грех не использовать но не используем все полетит в татараре но главное чтобы ты исполнял свою свой долг так как полагается не будем смотреть на все остальное а там глядишь и состоится чего-то но не надо быть нацеленным на успех как только нацелитесь на какой-то результат ничего делать не будете сами внутренне это вот такая прям была небольшая естественно что когда я говорю я я говорю о поскольку говорит тело но у нее нет ощущения я еще когда к надо как-то говорить но нет и не скажешь как кореш на моте он ощущает кто он зачем он вот так и больше говорить он ощущает о себе как-то глупо да но наверное я местоимение но употребляется ну как некой символ что ли какого-то отношения чему-то да обычная к чему-то как-то относится а вот здесь я просто наблюдающие поэтому вот отношения нет а есть я наблюдающий как говорил кришна моте наблюдаемый наблюдающий есть наблюдаемый как наблюдаем есть наблюдающий то есть отсутствует эго которое пытается пытается какую-то позицию занять по отношению к тому что наблюдать нет позиции не осуждение не превосходство чего-то на чем-то поэтому легкость легкость видение всего это не гнетет не расстраивает не ужасает это потолка не радуешься прыгает нет ничего есть только эта великая вибрация такая мощная такая спокойная весь день и некое восприятие что жизнь в той форме так она есть сейчас кажущиеся личной существует только для действий только в целях действия для необходимости действия и не должно быть реакцией должен быть только инструмент который действует действовать согласно всевышнему импульсу без реакции вот человеческое я или вот то что мы называем собою нужно действительно только для действия для реализации каких-то замыслов свыше и когда ты являешься просто проводником этого действия значит ты не совершаешь ошибок потому что это действие исходит свыше это что ты на новом этапе своего духовного восстановления стал совершенным инструментом высшего и проявляя свою высшую волю не по каким-то там частности мы действительно в глобальным каком масштабе это дает тебе вот эту радость радость существования которые невозможно сравнить ни с какими частными радостями которые обычно человек принимает за какие-то свои личные достижения личных достижений никаких нет это что это делаешь к тебе вот как личности не относится просто ты не можешь этого не делать по той самой причине что действительно ощущаешь что это через тебя идет именно от импульс когда многие говорят о я как понять вот импульс идет божественно или там какой-то еще у меня мысль пришла вот это над дед мысли не приходит что надо делать ты просто делаешь не приходит мысль что надо что-то делать вот отсутствие мысли которые тебя двигает на какое-то дело нет просто ясное ощущение тихая именно это игра импульс появляется я должен это сделать как понять от богат или там еще от кого-то ну как только я должен делать я я как только я в громко и выходит все сразу убирайте не оттуда им сидят тоже это очень тихо очень тихо очень взвешено очень вызревшие без альтернатив и ты только действуешь и действуешь абсолютно правильно потому что внутренне твое состояние естественно делаешь глупости не делаешь гадости не причиняешь никому боль понятно да и все что ты делаешь в общем-то не доставляет тебе каких-то дискомфортных явлений все понимаешь что именно вот это и есть на сегодня необходимое то что ты должен реализовывать каждый на своем месте это начинает делать не важен круг охвата может быть только в семье над кому-то навести порядок просто найти вот не попадайтесь на уловку широты действия вот вот надо вот не надо вот когда надо будет тогда будет надо оставьте мысль о спасении человечества оставьте эту мысль то спасать человечество можно на самом деле только тогда как раз хочется это делать когда витальные чувства уйдет тогда будет сила есть текучесть есть широта некая тотальность и особенно ощущение это все сильнее что тело должно становиться все более пластичным пластичным текучим чтобы без сопротивления искажений выражать видение настоящее видение истинное состояние сознания но сознание само по себе становится пластичным это сознание которое проживает во времени в текущем моменте она не может быть не пластичным там нет этих самых зигзаг там нет этих импульсов там нет этих выбросов вот когда мать говорит о теле она все еще пытается физическое тело с и который она имеет ну как неким образом представить как то что должно измениться в плане пластичность но я бы сказал что пластичность физическом деле тоже появляется это физиологическая пластичный понятно функции становятся пластичными дыхание там кровообращение какие-то биохимические реакции пластичность и не в плане вот каких-то там колебательных движений в пространстве ты внутри не ощущаешь это пластичность вот та новая структура внутри она найти как вода в сосуде чувствуешь вот эта пластичность такую волновую а само тело носить становится пластичным она адаптируется к новой энергообменной среде кости непременно должны стать пластичными даже костная система не только органы органы всегда очень пластичные они очень хорошо откликаются на влага содержащие органы хорошо откликаются на воздействие этой энергии то что вода-то информативно да тоже она 30 впитывать некие вибрационные информационные сигналы и даже кости имеют тенденцию хотя они болезненно сопротивляются эволюции стать пластичными в какой мере это возможно так что статусская хрупкость это необязательное условие существования с переломами есть средства на одно единственное универсально чем бесплатные абсолютно никто не додумает чтобы за него платили вот за воздух можете платить скоро поставить счетчики дыхания это те кто редко дышит будет меньше платить поставить счетчики воды не хватает сейчас россия единственным монополистом может стать пресной воды в мире россии это не шутка и у не хватает вот той нормальной пресной воды она дыхание это все впереди я думаю что мы в теле не доживем до тех времен когда будем дышать в каких-нибудь противогазах не доживем или хотите даже я не хочу сат прем виды эволюционировали от минералов к растениям и животным а затем к человеку все указывает на то что прогресс революции это не прогресс фор я прогресс сознания формы только основание которое все лучше и лучше приспосабливаться к прогрессу сознания мы достигли стадии человека но у нас нет причины предполагать что это окончательный самая высокая стадия иначе не было бы эволюции но эволюция форм видимо эволюции фон минерала растения простейшие животные животные да и человек как некий венец эволюции как считают люди сами себя ученые это действительно выражению форм сознания сознание выражается в каких-то там определенных формах минерал это где-то внутренне зарытая внешне вроде бы тупой на самом деле нам все-таки живое сознание коль минералы сейчас используется всякие там жидкие нежидкие для того чтобы вот в такой вот фитюленки всю ленинскую библиотеку вот держать в памяти допустим на нас есть какие-то свойства внутренние вот того самого кажущего кажущего смертного сознания который убирает себе многое до божественного и мы с вами в общем-то некая переходная форма явно потому что нормальная законченная форма страдать не может болеть не может умирать не можете сомневаться не может наверно то что нет гармонии поэтому переходный фор безусловно и штера бинда потрясающе искать сделал открытие вернее не сделал открыть я произнес это удивительный фраз человек переходное существо и потому мы такие все вот такие понятно какие чего-то ищем чего-то ждем на что-то надеемся но ничего не делаю то есть не пытаемся ускорить индивидуальную хотя бы эволюцию все ждем 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 а ждать миллионы лет можно было бы хотя сегодня период именно сознательной духовной эволюции нужно со творчестве с эволюционной силой помочь себе и помочь царству людей до каким-то образом явить себя вместо переходного состояния в новом качестве сопрем мы просто достигли той решающей стадии эволюции когда можем сознательно вмешиваться чтобы ускорить естественный процесс на которой иначе потребовались бы несколько миллионов напрасных лет йоги все духовные дисциплины в конечном счете является ничем иным как методом сознательно ускорение эволюции в истинном смысле если вы услышали слово йога то думать что-то йога который демонстрируется да вот сейчас это состояние сиденье там немыслимые позы имеется ввиду сознательной йогической эволюции вот йога интегральная которая говорит с евро бинда но мы с вами называем это путь сознательной духовной эволюции который несколько расширяет это понять вот именно эта форма сотворчества с высшие силы сегодня является но единственно правильный актуальный потому что по другому конкретному человеку и соответственно человеческому виду из эволюционного тупика не выйти ждать можно и тысячи лет и миллионы лет но здесь о желании просто преступно что настолько спрессованно время настолько ускорены процессы реализации гипотетической реализации хотя бы так сказать вот наши потенциальных возможностей что силы от нас просто раздавит если мы будем ждать продолжать ждать она просто раздавит появится масса бестоматов сумасшедших больных и все окончится эволюция должна быть ускорена именно сознательная эволюция на сегодня есть единственная возможная форма сотворчества с божественной силы именно сотворчество индивидуальное творчество тут бесполезно творчество от ума ничего мы умом придумать не можем ум должен просто не вмешиваться в процесс действия и работы открытой нами силы сознательно открытой силы другого варианта на сегодняшнем этапе эволюции не существует до сих пор прогресс сознания использовал прогресс видов то есть сексуальное воспроизводство было ключом к умножению видов для достижения наиболее пригодной формы для проявления сознания ну дарвиновская эволюция это эволюция форм эволюция вместились сознание до разная степень сознательности на всех уровнях вот это эволюционной лестнице дошли до нас до человека естественно резко отличаемся от тех самых видов которые нам предшествовали от тех царств которые предшествовали нам сознание более пробужденное намного пробужденное живое пластичные в какой-то мере и готовая задать вопрос что же нам дальше делать кошка собака растения минерал этих вопросов не задают они знают что им делать а вот мы не знаем что нам делать дальше не знаем да согласны вы со мной но не знаем мы оказались вот такой ситуации знаем что надо утром делать на что надо днем делать на работаете что вечером а вот по большому счету что нам делать вот страдающим болеющим умирающим всего боящимся не знаем и вот это просвещение именно просвещение в эволюционном плане она должно стать на первый план в человечестве если человечество желает каким-то образом каким-то образом всерьез желает выбраться из этой критического состояния из эволюционного тупика вот эта эволюция видов имел имеется ввиду действительно именно вот импульс сексуальной когда много-много чет плодиться да вот много просто надо в стадной эволюции нужно большое количество вместились частности душ на нашей человеческой стадии чтобы они получали огранку эти души и вторая как бы линия невидимая линия подспудная линия но на самом деле самая главная линия эволюции это эволюция души или эволюции божественного начала в человеке она это единица эволюционирующая называется нами душой или психическим существом вот она должна расти и параллельно с эволюции форм с эволюции то есть как видовой шла скрытой ввели шел скрытый процесс рост душ в этих многих формах разных воплощениях именно пробуждение сознания высшего сознания замурованного материальной форме сат прем рычаг эволюции больше не в умножении видов посредством сексуального воспроизводства в возможностях самого сознания до человека сознание было еще слишком погружено в свою материальную базу с появлением человека она должна выяснить она достаточно высвободилась чтобы принять на себя подлинное господство над материальной природой и самому произвести надлежащие изменения с точки зрения эволюционной биологии это означает конец сексуальности конец сексуальности как механизма эволюции потому что эволюция массовым воспроизводством форм в общем-то давила массовостью но качество не было естественно сейчас качественный процесс понятно это не значит надо прекратить размножаться просто сама природа ставит табу на такое беспредельное размножение всех видов хватит беспредельно я говорю скать идет какая-то регуляция в этом отношении в этом плане тоже так же как в человечестве количество эволюционирующих душ она ограничена и соответственно увеличение числа форм вот вместились до душ не хватит всем душ значит будет появляться зомби будут появляться роботы абсолютно бездушные и гбические существа как их называл андреев роземир когда будет перенасыщенность телами опять прям невозможно разумно обосновать духовную дисциплину ускорения эволюции на принципе который становится тормозом этой эволюции я не имею ничего против сексуальных отношений но попытка прикрыть их егической или мистической фразеологии является лживой иллюзией и самообманом он говорит о том что очень притягательная вещь когда говорят что духовная эволюция может быть ускорена посредством взаимодействия полов понятно что это очень привлекательно особенно для молодых людей взаимодействия и будешь эволюционировать это не отнюдь не деформирует психику людей потому что иногда бывает так что ставится в углово угла и полное исключение этих отношений это замечательно только тогда идет духовный рост тоже полная глупость вот полная глупость со всех сторон то есть крайности это признак того что идиотизм достиг вот даже в той самой казалось бы сакральной области духовного ну последних пределов шин неразумно глупо у кого как кто с чем связан тот так и живет знаете что открыть силу и дать ей возможность работать совершенно не зависит это нет каких-то половых отношений там еще чего-то абсолютно не зависит это все равно что вам вот сказать перестаньте ходить в туалет тогда будете духовно может даже постараться я крайность привожу но тем не менее все было понятно хотя то есть некая физиологии если что-то давить то естественно получится обратная реакция мы примеры тому и веем схемник монахов чем они занимались и к чему все это приводил если внимательно почитать их истории когда низко не говорят о том чем они занимались это у нас красивые портреты святых а он стал именно тем кем он стал вопреки тому что он делал в абсолютно вопреки тому чем он занимался вот повезло наверное бог все таки отмечал искренних искателей духовных не фальсификатор поэтому имеем эти единичные примеры сознание говорит мать сат прям закончен постоянно вне инструмента как нечто такое очень широкое очень широкое очень гибкая и так постоянно день и ночь и все же это сознание этого тела сознание инструмента на но стало чем-то очень широким очень сильным и вот так словно на расстоянии от тела и она воздействует на тело все время заставляя его двигаться и тело кажется не таким ограниченным формы она чувствует на определенном расстоянии касается на расстоянии забавно что-то происходит а я не знаю что и вот это сознание новое сознание но действительно ощущается как сознание вне тела вне инструмент тело это инструмент инструмент проявления наверное нашей души на каком-то на материальном плане до в каких-то действиях ты вот ощущение того что сознание это вне инструмента но тело под воздействием этого сознания вне телесного что-то делает постоянно заняты каким-то действием руководима высшим сознанием но она не в теле это сознание сознание это новое но к телу отношений как он не имеет тело просто исполнительный орган исполнительный инструмент но это не сознание инструмента инструмент просто выполняет свою связующую роль между истинным нашим дискать тонким сознанием и материальным миром ну как посредник это писать совершенно и ощущение вместо сознания внутри тела есть тело внутри сознания тела как ну-ка бы купается в этом сознании тело не физическое опять-таки вот она говорит вот тело она называет то что ощущает собой телом но это отнюдь не тело это какая-то часть не знаю насколько она могучая часть пространства ну который может быть курируется твоим я который не эгоистично ну как-то но вот даже трудно сказать тут если будешь вдуматься как это сказать то договоришься до абсуда добра-кадабра какой поэтому это лучше не говорить вот мазок есть наметка есть и все вот дальше не углубляться просто если ум пытливый будет спать так как это вот тут как вы можете вроде бы вы себя не чувствуете а как вы знаете что это вы можно договориться да и вот так вот начнешь это объяснять объяснить невозможно действительно не знаешь кто ты это чудесно когда не знаешь кто ты фамилии имя отчество есть а вот кто ты не знаешь спросят и ответить невозможно ну естественно каком-то уровне ты ответишь да если заставит отвечать а вот по большому счету не знаешь как ответить когда всерьез тебя спросит вот кто ты где ты находишься не знаю с какого-то момента на этот вопрос невозможно ответить тело до присутствует здесь а все остальное не знаешь где трудно определить вместо сознание внутри тел есть тело внутри сознания и все же это еще телесное сознание тело купается в божественном сознании от как плавать в воде такое впечатление божественное сознание везде очень сильно очень сильная вот такое мощное тело словно купается в нем да может быть вот эта аналогия с купанием в теплой морской воде вот такой комфорт теплой морской я почетку и воде температура которая тебя не выводит на на стрессовые какие-то там режима на поэтому обливание холодной водой не дай бог должен быть телесный комфорт должен быть потом вибрационный комфорт а року вы будете пугать тело всякими холодными или жарками но жарким еще ничего иногда можно попариться не страшно редко но может а вас холодной водой не шутите и шутить это отнюдь не то что прибавляет духовного здоровья а телесный тоже сомнительно иногда эти самые порфириевцы в раннем возрасте могут уйти и тогда ужас в порфириевской общине как так такой здоровый обливавшийся ежедневно ледяной водой вдруг куда-то ушел не сказав зачем то что очень осторожно будьте к издевательству издевательства над телом относитесь это тоже вариант издевательства над телом осторожнее ходите босиком иногда можно конечно когда вы где-то купаетесь но чтобы это было системой по утрам ходить босиком не дай бог будут энергии земли идти а духовные тонкая энергетика будет заземляться уходить духовные наработки не будут вас проявляться строится не будет тонкие структуры кутаетесь тепло должно быть я же был дурачком ходил зиму свое время в кожаном пиджачке без шапки ну дурачок был а потом понял тепло только тепло так что у кого есть какие-то таскать идеологические завихрения на эту тему вы немножко переосмыслить это не сразу здесь переварить и на меня не ругайтесь это на опте проверено просто я ничего не говорю что не изведал сам я плохой теоретик хотя могу теоретически многое наговорить но говорю только то что пройдено пропущены через себя она тело проявляет свое лучшее чтобы быть проницаемым и прозрачным для этого сознания в его действии не препятствуйте не искажать его когда я остаюсь очень спокойный без движения ничто не движется внутри ничто не движется снаружи фундамент покоя это словно растяжение увеличение объема расширение немыслимо и тогда это проносит через клетки необычайную мощь вибрации вот она в разных вариантах показывает ощущение этого состояния покоя вибрационного покоя все проходит куда-то через тебя потом даже вот этого прохождения незаметно становится ты просто ничего не ощущаешь кроме покоя даже движение само по себе это вибрационная она куда-то тоже уходит вернее не уходит а становится настолько привычным тоже только состояние покоя начинаешь ощущать а вот переходный период и вибрации эти ощущались бесконечно быстро вот вибрирующая потом и это уходит вот покое все текучий покой куда он течет откуда но через тебя вот проходит к текучий покой эти вот тихая теплая река там и вот такой какой-то поток тихий теплый ласковый текучий покой он действительно течет как-то но настолько он не течет незаметно хотя знаю что он течет что его текучим может назвать условно только как некая поэтической метафора течет ну вроде как и не течет несколько раз у меня было такое переживание с людьми когда они приходят я всегда стремлюсь устойте им душ господа как я это называю но кое-кто из них отвечает и притягивает и тогда в какой-то момент все клетки словно раздувались что-то ставил с очень-очень большим вот таким грабадным еще такая вибрация почти безмерная но мать старалась при встречах людьми вот это состояние покоя инициировать абсолютного покой тогда она ощущает или ощущала влияние вот этого покоя на человека который ней ну пришел и вот это намеренное что ли полное молчание она вызывала у нее ощущение непомерного расширения что она вбирала в поле действие этих вибраций человек который к ней приходил и это она говорила в дальнейшем не знаю дальше будет здесь или нет что те кто не выносил этих вибраций просто убегали а те кому это было во благо они купались в это то есть свой чужой а вот сейчас она дальше об этом будет и когда я вижу это приходит вот когда она ощутила это вот расширение что она взяла взяла в полон этого человека в полон этих вибраций и когда я вижу это приходит некоторые люди растворяются но таких очень мало справедливо мало то есть они расслабляются им этого блага а другие ужасаются они встают и убегают а у некоторых возникает то что называется благоговейный страх страх божий они просто поражены то есть три вида реакции тот кто восприимчив благоухает тот кто абсолютно невосприимчив убегает а те которые находятся в состоянии переходном они несколько пугаются поражены но счастливы быть испуганы вот этим новым состоянием вот три вида реакции людей на душ господа как она называет это достаточно прекратить деятельность имеется ввиду активность внешне на две-три секунды или на две-три минуты самое большое как тело чувствует себя плавающим видно необъятность словно вибрирующий светлый мощный океан сознания тело плавает в нем пауза небольшая пауза то есть лишение себя внешней активности вот чуть-чуть если где-то немного начинаете ощущать вот состояние какого-то уклонения от покоя что-то начинает вас выводить из этого состояния сделайте небольшую паузу но она будет две-три минуты максимум ну по моим две-три секунды она с этого начала достаточно чтобы уже наработанное состояние покоя мгновенно-мгновенно вернул тебя в реальность чтобы эмоциональное существо или остатки того что у нас эмоционального эго есть или враждебные силы не вывели вас куда-то за пределы вот этого нового сознания малейшая пауза чуть-чуть пауза и даже не надо никаких слов говорит там на все твоя воля просто пауза просто молчали и все самое искреннее и самая действенная молитва какая молчание вот серафим саровский об этом рассказал нам исаак сирин об этом говорил они поняли что молчание ума вот это самое мощное молитва молитвенное состояние всего все остальные слова произносить их можно на каком-то этапе когда ты подходишь к полной реализации конечно на все твоя воля потом это будет автоматически воспроизводится потом просто молчание но и есть состояние молитвы и вот эта маленькая пауза и то есть молитва эти молитва без слов просто пауза высший пилотаж молитвенной практики вот он творчество духовное для чего доходит до каких пределов вместо всех этих нагромождений ужасных ритуальных там этих магических языческих оккультных ужас какой-то все просто светло просто радостно и глав никаких посредников чтобы никто не лез тебе туда